Скандал с Ольгой Бузовой во Владикавказе получил продолжение. Организаторы концерта певицы опасаются за ее жизнь. В середине апреля имя звезды «Дома-2» стало чаще появляться в скандальных заголовках СМИ, чем на концертных афишах. Инцидент возник между певицей и главным тренером сборной России по вольной борьбе по совместительству депутатом Дзамбалатом Тедеевым. Тогда он сделал заявление до глубины души оскорбившее Ольгу. Мужчина выступил против того, чтобы поющая телеведущая давала концерт во Владикавказе. Спортсмен, который также занимается политической деятельностью, назвал недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Ольга пригласила Дзамбалата к себе на концерт и намекнула, что ждет его не с пустыми руками. Судя по всему, слова телеведущие певицы не убедили депутата. И чем ближе дата концерта, тем агрессивнее стали вести себя антифанаты певицы. Если раньше они изливали свое негодование в соцсетях, то теперь перешли к порче баннеров с ее изображением. Стали вероизвать на афичные фотографии глаза Ольги. Такое поведение молодых людей заставило организаторов концерта задуматься. И это неудивительно, ведь агрессивно настроенные недоброжелатели могут устроить провокацию к приезду певицы и на самом концерте. Концерт в Владикавказе пришлось отменить. Продюсеры решили не рисковать и перенести его в Исентуки Ставропольского края, где и так был запланирован концерт на 28 апреля. Но теперь он состоится дважды, еще и 29 апреля. Уже есть решение организовать доставку фанатов Бузовой и Северной Осетии в Исентуки автобусами. Поклонников певицы доставят туда и обратно бесплатно. Поездка займет около трех часов в один конец. До новых встреч!